Потому что некоторые мужья, некоторые жены, то есть некоторые супруги, у них есть несправедливость, черствость, и то есть он не боится Всевышнего Аллаха и забывает о том, что Аллах видит то, что он совершает. То есть он начинает бить ее за вещи, которые абсолютно не имеет права, то есть она не сделала такого, за что она заслуживала то, что ее побивать нужно и так далее, или же бьет сильно ее, то есть такие удары, которые она не может терпеть и так далее, как будто бы отрабатывает на ней какие-то приемы, субханаллах. Это то есть братья в Аллахе, некоторые руки ломают дочери со своим женам, избивают в синяках, субханаллах, бывает, жена. Яхи, что она должна сделать, чтобы ты дошел до такого, скажи. Что она должна сделать и почему ты дошел до избиения ее, то есть если она сделала что-то ужасное, что заслуживает такого сильного избиения, то она трижды заслужила развод уже свой, субханаллах. Просто отпусти этого человека и не мучай его, субханаллах. Зачем ты избиваешь его, Аллаху Акбарх. То есть иногда бывает, то есть даже соседи слышат крик женщины, субханаллах. То есть тебе соперника, субханаллах, ты найти не можешь себе, Аллаху Акбарху 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 Акбар вещи. И поэтому человек, когда не боится Всевышнего Аллаху, он придет к этому. Что касается того человека, который боится Аллаху, даже если он будет побивать свою жену, он будет побивать только лишь таким образом, чтобы исправить ее, а не чтобы отомстить ей. Потому что у нас, братья, дозволено, в шариат действительно дозволено побивать свою жену. Но побивание, оно, братья, как лекарство от того, чтобы не развестись с этим человеком. Это лекарство. Это не избиение, чтобы отомщение, чтобы вот ты мне так оскорбила, я тебе сейчас там такое сделаю и так далее. Нет. То есть, у нас это делает как исправление. Поэтому, если ты понимаешь, что человек неисправимый, яхе, отпусти ее просто. Аллах, субхану талли, даст тебе другую жену, которая намного лучше. Даст ей мужа, который намного лучше тебя. То есть, Аллах, субхану талли, не оставит ни тебя, ни ее. Зачем ты издеваешься и мучаешь человека? Но другой, братья, поэтому, смотрите, если бы это было побивание для исправления жены, жена бы никогда и не жаловалась бы на это. Потому что до этого он уже что? Увещевал ее. Устрашал ее Аллаху, субхану талли. Затем оставлял с ней ложе. Хорошо, то есть, не спал с этой женщиной и так далее. Сделал все, и уже нет никакого другого лечения, что он ее побивает. Побивает, братья, больно. То есть, не должно быть, как некоторые понимают, из-за того, что сиваком бьет, это не вот эти хихиха-ха, хорошо, там сиваком ударил. Это, субхану, то есть, это вздор. Нет, побиваешь таким ударом, что человек чувствует это. Но, то есть, не остается на ней след. То есть, хорошо, там взял, грубо говоря, какая-то небольшая палочка, там ударил ее хорошо, там, по попе, по спине и так далее. И тому подобное. Так, чтобы она почувствовала боль, ей неприятно, что ее ударили. Но вместе с этим, что? Нет такого, что она потом полдня ходит и держится на то место, которое ты, то есть, ее ударил и так далее, и не может ходить. Нет. То есть, поэтому, как с детьми, братья. Но, опять же, Аллаху Мстан, проблема в том, что с детьми, не некоторые, многие люди не знают, то есть, границы, хорошо, чтобы не избивать своего ребенка, не мстить им и так далее. Но обычно, как бьют ребенка? Бьют ребенка для чего? Для того, чтобы воспитать его. Так или не так? То есть, не такой удар, чтобы взял ему раз и лоу-кик, хорошо, чтобы он потом ходил на ногу, наступить не мог, там, и так далее. Хорошо. А то есть, каким образом, то есть, ударил его раз, чтобы он больше так не делал, там, больше так не делал и так далее, для него же, то есть, ты его бьешь для него же самого. Вот, что подразумевается здесь. А не избиение, Субханаллаху, Аллаху Мстану. Поэтому, братья, избиение женщины, то есть, понапрасну имеется в виду, это из тех причин, которые приводят к разводу и приводят к скверному положению, и приводят к гневу, ненависти между ними. Поэтому, если ты и дошел до того, что приходится, то есть, побивать свою жену, только в крайнем случае, когда уже нет никакого другого лечения. То есть, это вот подобно, братья, как лечение. Когда человек болеет, и есть какие-то тяжелые лекарства, есть легкие лекарства, которыми можно, может быть, получится, то есть, избавить его от этой болезни. Когда мы переходим к этим тяжелым, вот эти лучевые терапии, например, для больных раком, пусть Аллаху спалит, убежит нас и наших близких. Когда? То есть, это крайний случай, так или не так. Потому что говорят, что все уже, больше нет никакого другого выхода, приходится это. Вот то же самое, братья. И это не должно быть то, что человек, аль-хамдуля, как говорится, наконец-то, хорошо, пришел это, иди сюда. Нет, то есть, он таким же образом, как ему неприятно какое-то тяжелое лечение, ему не должно быть приятно, хорошо, что он там приходится побивать жену и так далее. И это, братья, это вещи, на которые, то есть, действительно, нужно... То есть, смотрите, что только не происходило в семье пророка Али Саратов Асрам, и вместе с этим неизвестно, что посланник Али Саратов Асрам, то есть, бил, колотил там своих жен и так далее. Наоборот, то есть, вместе с этим, да, то есть, быть может, от некоторых сподвижников и так далее было подобное, хорошо, но вместе с этим не было издевательств, избиений и так далее. Вот то, что мы говорили. Поэтому, если она не слушает искренние советы, когда ты пытаешься исправить ее советом, то есть, когда ты повелеваешь и говоришь, не делай так, сделай так и так далее, она все равно не слушается. Когда ты ее оставляешь, то есть, оставляешь ложе ее, то есть, так же, Сабхан, это не помогает, то есть, и тогда уже переходит к слабому побиванию. То есть, это что? Побивание. Не избиение, не колотить ее, а избить, то есть, побивать. Побивать это так, чтобы, то есть, она почувствовала удар сам, но вместе с этим не было после этого какого-то следа, чтобы она, то есть, еще долго чувствовала, помнила там и так далее, что ты ей там синяк фингал оставил и так далее. Ни в коем случае. То есть, ну что? То есть, как и в шейхе говорит, что она, то есть, как бы это в этом будет воспитательный удар, грубо говоря, воспитательный удар. Также Аллах Субхан Тарас сказал, То есть, а те, чьего, то есть, то есть, ну шузы, это строптивости, то есть, те, чьи строптивости вы боитесь, то увещеваете их или же оставляете их, то есть, на ложе, то есть, оставляете ложе с ним, не засыпаете с ними и бейте их. Если они после этого подчинятся вам, то тогда не переходите, границ не надо говорить хорошо, то есть, как в том, то есть, в той шутке, которую каждый из вас знает, когда ударил свою жену, сказала, за что? Говорит, если было бы за что, убил бы. Прошло еще немножко время, что, как еще раз ударил, говорит, сейчас-то за что? Говорит, как вспомню, говорит, хорошо. То есть, Субхан Аллах, то есть, если она уже исправилась, хорошо, если исправилась, не нужно ее трогать уже, после этого напоминать, а помнишь? Все, она исправилась, она покаялась, если все нормально, забудь об этом, как будто бы ничего и не было. И Аллах Субхан Аллаху Аталя великий и могущественный. То есть, ты, если думаешь, что ты такой сильный, можешь ее постоянно колотить, знай, что Аллах Субхан Аллах над тобой, и Аллах Субхан Аллах намного могущественнее и больше тебя. Аллах Субхан Аллах, поэтому, как пришло в хадисе, когда, то есть, один побивал своего раба сильно, то есть, колотил своего раба, пророк Али Сарату Ассалям сказал, знай, инна Аллаха Ахдару Алейка Минка Аля Гада. Поясни, Аллах Субхан Аллах намного мощнее над тобой, чем ты имеешь мощь и власть над этим. И тогда человек испугался, сказал, говорит, он, клянусь Аллахом, он свободен ради Аллах Субхан Аллах. То есть, я отпустил его, этого раба, то есть, простил ему все. Рок Али Сарату Ассалям сказал, если бы ты это не сделал бы, тогда тебя коснулся бы огонь Субхан Аллах, если бы ты этого не сделал. То есть, братья, вопрос несправедливости, это очень и очень опасный вопрос. Но, братья, мужчины чаще всего сами загоняют себя в это. Сами загоняют себя в это. Потому что боятся каких-то людских языков, боятся своих жен и так далее, и тому подобное. Хорошо, то есть, жена у меня одна-единственная, куда я без нее. Одна-единственная, хорошо, то есть, один-единственный бывает только муж. И жена должна чувствовать того, что без этого мужа я пропаду. Не мужчина. То есть, у мужчин, аль-хамдуля, и по милости Аллаху Субхан Аллаху, у женщин намного больше, чем у мужчин. У тебя есть выбор. Возьми себе одну, две, три, четыре. Поэтому, Субхан Аллах, когда ты говоришь людям о том, что нужно оставлять ложи, он первый, кто страдает, это кто? Что мне делать? Говорит, жена, наоборот, воспользуется этим. Жена, не проблема, скажет, давай, елла, неделю, можешь куда хочешь уходить, и посмотрим, как ты сам ко мне приползешь. Так или так? Но если есть куда ползти, вот тогда посмотрите. Тогда посмотрите, как это будет. И это, братья, опять же, делается, в Аллахе, братья, не для того, чтобы как-то там подколоть женщин или же что-то им сделать. Это делается для самих же женщин. Аллах, Субхан Аллаху, он тот, кто узаконил это. И если бы женщина знала бы, какое благо для нее самой в этом, то, в Аллахе, то есть было бы никаких проблем в семье не будет. То есть тебе надоедает твой муж, ты его не видишь каждый день, чтобы он тебе, то есть, надоедал. Ты, у тебя есть время отдохнуть, у тебя есть время заняться своими детьми, у тебя есть время на себя, у него есть время отдохнуть от тебя. И, аль-хамдуля, любви бывает только больше. И это знает каждый, кто женился ради Аллаху, Субхан Аллаху, хорошо, первый, второй, там еще раз и так далее, и так далее, и подобное. И который старается, что в первое, что в каждой своей семье, исповедует Сунну Посланника, аль-Исасам, в Аллахе он это знает, что любовь только увеличивается. Каждый раз ты женишься, у тебя только увеличится любовь к твоим, то есть имеющимся женам, к твоим детям и так далее. И в твоей семье, аль-хамдуля, бывает все отлично. Если что-то не нравится и так далее, то подобное, у каждого, аль-хамдуля, всегда есть возможность как-то перетерпеть или же как-то исправиться. В Аллаху аля. Продолжение следует...